Приветствую вас, братья и сестры, на нашем разборе Слова Божьего. Итак, мы раскрываем снова книгу Римлянам, послание апостола Павла Римлянам. Подскажите мне, где мы остановились? Кто был в прошлый раз? Седьмой стих, хорошо. Подсказывает мне, седьмой стих. Я так... Конечно, люди у нас меняются. Возможно, кто-то постоянно уже ходит, кто-то другой пришел сюда. Сегодня, да, действительно, мы остановились на седьмом стихе. Давайте мы откроем тогда первую главу послания к Римлянам. Прочитаем с восьмого стиха по тринадцатый. Итак, послание к Римлянам, святого апостола Павла, первая глава, с восьмого стиха. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». То есть, утешиться с вами верою общую, вашею и моею. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Вот такой текст на сегодня. Если с Божьей помощью, я думаю, мы успеем его сегодня пройти, разобрать, сделать обзор этого текста. И взять для себя определенные уроки. Я благодарю брата Михаила Павловича и также брата Николая Сергеевича. Они частью уже сказали. То, что мы будем сегодня разбирать, мы уже как определенная часть этого было затронуто в их слове. И если мы посмотрим на этот отрывок, то здесь нам раскрывается отношение Павла к римлянам. К тем, куда он пишет, и тем, к которым он хочет прийти. Это интересный отрывок тем, что здесь, именно в 13 стихе, открывается цель, его желание прийти туда, прийти в Рим, в церковь, и иметь общение с ними. Я хочу заметить, чтобы мы не спутали, что в 13 стихе не цель послания открывается, а цель его путешествия, так сказать, миссионерского путешествия в Рим. Не хочу, братья, оставить вас неведенец, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Но мы сегодня посмотрим этот весь текст, все отношения апостола Павла, в чем и как оно выражалось. Первое Коринфянам, послание 1 Коринфянам, 4 глава, 16 стихом апостол Павел говорит, «Умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». То есть, когда апостол Павел писал также Коринфской церкви, писал Коринфянам, то он убеждал или даже говорил, «Умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». То есть, он подражал так Христу, чтобы он был примером в этом подражании. И поэтому, когда мы прочитываем также другие его тексты, другие его послания, то он также является примером для нашего подражания, чтобы мы ему подражали. Поэтому, если кто-то думает, что это, вот сейчас мы будем этот текст разбирать, стих за стихом, кто-то может думать, «Это ко мне не относится». Это апостол Павел. Это же он апостол, он служитель, он миссионер. Это принадлежит ему? Нет. Нет. То отношение, которое он высказывает к церкви в Риме, также является и примером для нас, как мы между собою должны взаимодействовать в церкви, как мы должны подражать апостолу Павлу в отношениях друг с другом. Итак, восьмой стих. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас». «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас». Ну, что это может, как это может охарактеризовать Павла? «Он благодарит Бога за их». Его сердце исполнено благодарностью. Он вмещает их всех. Он еще там не был, мы к этому еще вернемся, но его сердце наполнено благодарностью. Если мы будем позже изучать, не знаю, когда это будет, когда мы дойдем к этим главам, 15 глава, там 14, то заметим, что не все так гладко в этой церкви было. Хотя тут такое очень сильно, мощное послание, но в конце можно заметить, что, допустим, в других посланиях четко и ясно бросается, что там что-то неладное. Допустим, когда апостол Павел пишет Галатам, там сразу видно у них там большой перекос, они уклонились от веры. Или послание Коринфской церкви, там Япавлов, Яполосов, там идоложертвенном, очень много чего они не делали так. И с этого апостол Павел начинает. Грех, блуд в церкви и тому подобное. Участвует в вечере, пренебрегая ей, в вечере Господней и так далее. Но здесь как бы все гладко. В 14-15 главе все-таки можно заметить, что в этой церкви не все было так спокойно. Были определенные натяжения, были определенные разногласия, были определенные группировки. В частности, эта церковь, как мы уже говорили в предыдущих разборах, она как бы делилась. Там были и язычники, и были иудеи, которые уверовали во Христа Иисуса. Они немножко по-разному понимали, как поклоняться Иисусу Христу, как идти за Богом. И ввиду этого создавалось определенное натяжение. Также там были немощные веры, которые притыкались, которые там на этом идоложертвенном, тоже как и в Коринфе, спотыкались. И были те, которые считали себя сильными и надмивались над теми, которые были слабые в вере. Но тем не менее, апостол Павел благодарит за всех. Знаете, так часто слышно, или так бывает, как определенные беседы в кругу верующих, и очень много критики. Тот брат не такой, та сестра не такая. Те поют не так, те там еще что-то делают не так. Проповедники не такие. Надо в ту церковь бежать, надо в эту церковь, надо еще куда-то, надо еще, что-то надо делать, что-то здесь не так. Надо в другой штат переехать. А не попробовать ли нам благодарить? Как это делает апостол Павел? И надо сказать, что он не только благодарит за римскую церковь. Почти во всех посланиях, кому он пишет, он благодарит за них Бога. Ефесянам 1 глава, сами прочитайте, 15-16 стихи, филиппийцам, 1 глава 3 стихи и так далее. Апостол Павел благодарит Бога. Даже, когда он пишет, коринфянская церковь, где сколько всяких неурядиц было, различных натяжений, различных грехов ужасных, и то за них он благодарит Бога. 1 Коринфянам, 1 глава 4 стих. «Непрестанно благодарю Бога за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. В нем вы обогатились всем». И тут апостол Павел нашел причину, чтобы благодарить за этих коринфян. То есть, благодарность вместо ропота, вместо недовольного лица или там, «Господи, ты помоги мне с этими людьми, с такими верующими, меня здесь обижают, меня здесь там еще притесняют, со мной сегодня не поприветствовались, сегодня там не так на меня посмотрели, я всегда это место занимал, это мое место сегодня заняли, не подвинулись, не пропустили, куда я пришел». Вместо этого благодарность у апостола Павла. Он благодарит Бога. Знаете, я слышал один пример, как один миссионер приехал в Индию, чтобы, ну, миссионер, благовестность распространять и в Альне, и там уже была определенная община, и он там столкнулся с пастором, который, ну, ставил палки в колеса, можно так сказать, ему. Он тут приехал, пожертвовал всем с цивилизованного мира, а здесь этот пастор, индус, не дает ему развернуться. Ну, знаете, оно как бы так получилось, что он уже тут местный пастор, как-то все знает, как-то у него свое видение ситуации, у этого миссионера свое, и они как бы в какой-то момент не сработались. И, значит, ввиду этого миссионер решил помолиться Богу, чтобы Бог как-то устранил это препятствие в виде этого брата, пастора, индуса, и стал на колени, но совесть ему не позволила говорить это. Вместо этого он подумал, ну, он тоже же брат во Христе, может быть, Бог что-то хочет сказать через это. И вместо этого стал просить, он же тоже Божье творение, он же даже пастор, он тоже Божья работа, он тот человек, через которого Бог делает свою работу. И он стал вспоминать, как апостол Павел пишет, чтобы мы помышляли о том, что только достославно, что назидает. И он стал думать, и стал вспоминать, и вспомнил, что этот человек, этот пастор, он очень хороший семьянин. И тем, как он любит свою жену, любит своих детей, как он их воспитывает, он подавал большой пример церкви. И они в этом языческом мире видели христианскую семью, когда в Индии, если мы знаем, там очень много различных культов, оккультизм развитый, идолопоклонство, многоженство, различного рода разврат, но он подавал хороший пример, и он стал благодарить за это Бога. Потом он вспомнил, что в этой церкви была трудная ситуация между членами церкви, и намечалось даже, может быть, разделение, но через этого пастора Бог дал этому пастору такую мудрость, что он уладил эти вопросы, и этого не произошло. И, в общем, целый день он вспоминал и вспоминал и благодарил Бога за этого пастора, что, оказывается, в этом пасторе было сколько хорошего, и не такой уж он и плохой оказался. И когда они там стало уже позже известно этому миссионеру, когда он уже был в этой церкви опять, что в этот день, когда он благодарил за этого миссионера, то уже этот пастор делился, что откуда-то почему-то в этот день на него такое благословение излилось. Очень сильное благословение. Я думаю, это хороший пример для нас сегодня. Как апостол Павел благодарил Бога за тех, верующих, которые в Риме, или как этот миссионер стал благодарить за неудобного пастора, этого индуса, который, как казалось, мешал ему благовествовать, и все поменялось в их взаимоотношениях. Может быть, сегодня тоже нам нужно начать благодарить. Благодарить за тех, кто может по каким-то причинам мы там недолюбливаем, может быть, благодарить за то, найти, всегда можно найти за что благодарить. И Бог начнет действовать. Бог начнет действовать в наших сердцах, и Бог начнет действовать в тех людях, за которых мы молимся. И наша церковь возрастет духовно. Так поступал апостол Павел. Прежде чем писать в какую-то церковь, прежде чем поехать в какую-то церковь, он возносит благодарность Богу за эту церковь. И Бог благословляет эту церковь. И так, я думаю, было и с этой церковью в Риме, о которой мы читаем. Еще один интересный момент, что апостол Павел даже их никогда до этого не видел. Он только слышал о них. Но, тем не менее, он находит за что благодарить Бога о них. Он говорит, благодарю Бога прежде через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Благодарю Бога за веру их. Веру дает Бог. Правильно? Да. Веру дает Бог. То есть, он говорит, благодарю Бога за то, что вы, другими словами, спасены Иисусом Христом и свидетельствуете об этом спасении. Если у нас за кого-то ничего даже не нашлось хорошего сказать или поблагодарить, если мы ничего не вспомнили, поблагодарите Бога, что он ваш брат во Христе. Поблагодарите Бога за него, что он ваш брат во Христе. За то, что он спасен, как и вы. За то, что он, как и вы, наследует вечность. Как и вы, будет в Царстве Небесном. Как и за вас, за него страдал Иисус Христос. Как и вы, являются членом церкви. У нас у каждого свои недостатки. Начните благодарить за это. Бог изменит вашу жизнь. Бог изменит жизнь того человека. Может быть, какой-то проповедник вам не нравится, как проповедует. Угловато, косо, там еще что-то не сильно раскрывает тему. Где-то лучше проповедует. Кто-то и тому подобное. Кто-то недоволен, может быть, пасторами или еще кем-то регентом, хором, хористами, пениями. Начните благодарить Бога. И Бог все поменяет. Это практика христианской жизни. Это практика Евангелия. 9 стих. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании слова его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Следующее, на что мне хотелось бы с вами сегодня обратить внимание, это 9 стих именно «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании сына его». Апостол Павел говорит, что служит в благовествовании. Что это значит? Это очень интересный оборот речи. Если мы посмотрим Евангелие, послание римлянам было написано изначально на греческом языке. И, конечно, наш перевод отражает, очень хорошо отражает смысл, тем более, что русский язык нельзя ближе к греческому, и некоторые даже говорят, что именно греческий язык является прототипом или про-старославянским языком и так далее. Но я не лингвист, я просто читал некоторых лингвистов. Но все-таки здесь смысл этого слова не отражен. Дело в том, что на греческий язык он очень тоже по-своему очень богатый язык, и вот именно служить, там у них есть несколько слов, которые отображают это слово служить по-разному, то есть можно служить по-разному. Допустим, дулева, пускай меня греки простят, если я не так слова выговариваю, которые говорят на греческом, ну а мы все и так послушаем. То есть от этого происходит слово дулос, то есть раб, то есть это рабский труд, рабское служение, раб не принадлежит своему господину, но не это слово здесь используется. Диаконя, добровольное служение, слово дьякон от этого происходит, наше русское слово, то есть служить, добровольно служить, услуживать. Есть и другие слова. Есть еще слово латрео или латрео, которое подразумевает священодействие, религиозное служение. Допустим, когда священник приносит жертву, именно вот здесь используется это слово. Когда апостол Павел говорит служу благовествованием, то имеется в виду другими словами можно сказать я священодействую, я приношу жертву. В Ветхом Завете служение священника очень хорошо описано. И что значит приносить жертвы? И какие жертвенники были? И мы это видим. И мы этого немножко сейчас коснемся. Если откроем римлянам 15 глава перевеснем немножко. Мы конечно доберемся когда-то до 15 главы если Господь позволит будет время. 15 глава с 15 стиха и 16 но писал вам братья с некоторую смелостью отчасти как бы в напоминание вам подано мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благовествование Божие дабы сие приношение язычников будущее освящено Духом Святым было благоприятно Богу. То есть что здесь пишет апостол Павел перекликает с нашим 9 стихом он говорит что когда он благовествует когда он служит благовествованием то он священодействует он приносит в жертву это как бы своего рода особое такое служение особая такая жертва дабы сие приношение язычников будучи освящено Духом Святым было благоприятно Богу. То есть когда он приносит эту жертву и эти люди принимают Иисуса Христа это является жертвой Богу. Фактически что миссионерство благовествование когда мы распространяем Евангелие когда мы говорим людям о Боге говорим людям об Иисусе Христе распространяем это Евангелие это не просто так мы священно действуем мы приносим жертву и при том жертву как мы уже прочитали благоугодную Богу если вы хотите совершить какой-то благоугодный поступок в любое время принести какую-то жертву допустим у нас не всегда есть возможность жертвы общительности в Новом Завете другие жертвы мы уже не приносим животных кровную жертву потому что за нас пострадал Иисус Христос но мы приносим можем приносить другие жертвы не всегда у всех получается кто-то может быть не сможет спеть так красиво когда особенно большая церковь и кто-то постесняется выйти и спеть кто-то там еще кто-то может быть никогда не станет на проповедь кто-то у кого-то еще что-то не получится но сказать пару слов неверующему человеку своему родственнику неверующему об Иисусе Христе мы всегда можем и более того Богу всегда приятно слышать это Богу всегда приятно видеть эту жертву которая исходит от нас откроем второе послание Коринфянам и вторая глава 14 стиха но благодарение Богу который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нам нами во всяком месте ибо мы Христово благоухание Богу спасаемых и в погибающих для одних запах смертоносный на смерть а для других запах живительный на жизнь и кто способен к сему здесь апостол Павел когда говорит о благоухании опять же таки он говорит языком Ветхого Завета он говорит о жертве благоухания о немного написано в Ветхом Завете о жертве излияния еще другими словами когда приносилась жертва то или даже отдельная жертва была отдельный жертвенник для этого для благоухания или в конце на жертву делалось определенное излияние определенного священного вина или определенного состава мира который благоухало и это вдыхал священник этот запах слышали люди вокруг это было приятно Богу опять же таки когда мы с вами благовествуем когда мы распространяем Евангельскую весть когда мы говорим людям о Боге это прежде всего приятно Богу также этот запах слышат те которые окружают нас да конечно найдются люди которые скажут мы послушаем тебя в другой раз это мы уже знаем не говори нам ничего о Боге и так далее знаете это люди как бы у них духовное обаяние до какого-то момента пораженное конечно у них будет такая реакция но будут и те для которые поймут что это жизнь и примут Иисуса Христа может быть они не примут когда не примут когда вы им говорите может быть пройдет время какое-то может может они пойдут вообще не в нашу церковь а в другую какую-то у меня такие случаи были что я позже узнавал что люди приходили к Богу становились членами церкви и даже занимаются трудом в церкви то есть труд наш нещетин перед Господом и интересно 2 Тимофея 4 глава 6 стих апостол Павел говорит что становлюсь жертвою тоже опять же если коснуться точного перевода этого слова из греческого языка становлюсь жертвою там не просто жертвою а там именно жертвою излияния вот именно этого последнего излияния которым завершается жертвоприношение то есть вся его жизнь жизнь апостола Павла это была жертва жертва благовествования и вот уже прошли определенные этапы он на суде он уже его осудили на смерть как говорят нам богословы как говорит нам история он уже знает что его предадут смерти но он пишет Тимофею и говорит становлюсь жертву становлюсь этим жертвенным излиянием как в нашей жизни ну кто-то скажет мы к этому не призваны на вечерних собраниях мы разбираем послание Петра первое послание Петра и Петр пишет что мы царственное священство в 4 главе мы это будем проходить мы царственное священство зачем наша задача этого царственного священства на земле возвещать совершенство то есть мы царственное священство и наша цель Бог нас поставил священниками Бог нас поставил царями чтобы возвещать совершенство нашего Иисуса Христа которое раскрывается в полной мере в Евангелии в Благовести поэтому это задача наша персонально каждого и как всей церкви чтобы мы были благовествующей церковью слава Богу за то что у нас есть в этом плане сдвиги есть те которые едут миссионерствовать есть те которые говорят о Боге слава Богу за это но я думаю что можно было и немножко поусердствовать в этом вопросе если же у нас и нету каких-то там таких особых навыков и возможностей можно молиться за тех кто это делает как уже сегодня и говорилось поддерживать их молитвы видеть их нужды и Бог благословит ну а сейчас у нас перерыв пожалуйста пение для тех кто чист и сердцем и душой кто смыл свой грех Христа святой кровью кто полон веры чистой и благой христианин ты носишь имя Бога ты соль земли надежда и любовь исполнись верой узкою дорогой иди хотя избиты ноги в кровь иди вперед пусть раны ноют больно и горизонт закрыла ночью мгла и чей-то голос говорит довольно и так давно душа из немогла пусть крест тяжел пусть часто искуситель тебя терзает в этом мире злом вперед без страха сам Христос спаситель тебя поддержит на пути земном вперед вперед без страха и сомнения пока час последний не настал тебе спаситель обещал спасение жизнь вечную тебе он обещал настанет время и среди райских кущей ты отдохнешь от всех земных забот спокоен будешь ты за день грядущий всегда с тобой будет вечный Бог а ныне на земной своей дороге расти в своем стремлении к небесам всем людям правду расскажи о Боге веди других и укрепляйся сам навек расстанься суетой мирскою иди хранимы крепкою рукой за Иорданом за святой рекою ты обретешь спасение радость и покой аминь встанем и укрепляйся и укрепляйся и укрепляйся уми и укрепляйся Среди битвы поднимала ты меня. Тёмной ночью я не спал, на коленях всё стоял и душою с Богом говорил. Ты услышь меня, мой Бог, среди жизненных тревог. Помоги, я выбился из сил. За окном бушует ветер, хлещет снегом летяны. И такой же бурей в сердце в этот вечер я томим. Но, смирившись вопрак, со слезами на очах, я в скорбях Иисуса умолял. О, мой Бог, Ты знаешь всё, на душе так тяжело. Я измучен и почти упал. О молитва, о молитва, Благодарностью горю. Прославляю Божью силу, Благодать и глубину. Боже, Ты, любви святой, Укреплял нас славы мой, Когда в бурю падал, Я без сил. В небеса сердечный вздох Возносился средь тревог, Я в молитве радость получал. Боже, ты, любви святой, Укреплял нас славы мой, Когда в бурю падал, Я без сил. В небеса сердечный вздох Возносился средь тревог, Я в молитве радость получал. Я в молитве радость получал. Итак, продолжаем наш разбор. Девятый стих, я его опять прочитаю. Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим В благовествовании сына его, Что непрестанно вспоминаю вас, Всегда прося в молитвах моих, Чтобы воля Божия Когда-нибудь благоспешила Мне прийти к вам. Следующий пункт, Как должны у нас Сформироваться наши отношения, Следующий принцип, Это взаимная молитва. Вот как раз мы пропели про молитву. Но в основном, Это очень интересно, Хорошее пение, Пение, которое я любил еще с детства, О молитве, о молитве. Но это как бы личная молитва. Здесь апостол, Личное переживание, Когда мы падаем за закрытой дверью Перед Господом, И у нас идет духовная борьба, Война, борьба с каким-то грехом, Или с какими-то переживаниями, И мы взываем к Господу, И Господь отвечает нам, Поддерживает нас. Но здесь апостол Павел говорит, Что он молится за римлян. Он молится за них. Их нужды, их церковь, Это его переживания. Те проблемы, которые там были, Это его проблемы. Он просто весь там. Он еще там никогда не был, по факту. Но он весь там. Он молится за них. И поверьте мне, Что апостол Павел делал это постоянно. То есть, он знал их нужды, Хотя и не был там. Он слышал о них. И он молится о них. Ему было о чем молиться. Здесь, конечно, сказано, Чтобы воля Божья была, Чтобы ему прийти туда И поделиться с ними Определенными дарами Или определенным даром. Но я не думаю, Что он молился только в этом направлении. Хотя он об этом и говорит. Конечно же, он молился и обо всем остальном. Он молился о их благополучии, О духовном здоровье их церкви, О их нуждах. Как у нас с этим вопросом? Молимся ли мы друг за друга? Да, я знаю, слава Богу, Что у нас в нашей церкви Есть молитвенные группы, Когда братья и сестры Собираются и молятся друг за другом. Но надо сказать, Что именно молитва Это то, что находится В последнее время У христиан пренебрежение. Но еще и личная молитва Она как бы есть. Но вот уже молитва друг за другом Это в упадническом состоянии Это служение. Молитва друг за друга. И очень бы другое Духовное состояние Было бы в каждой церкви, Если бы там люди Постоянно молились о друге. Эта церковь бы процветала духовно. Эта церковь бы возрастала. Эта церковь, она бы Отображала Иисуса Христа. И в эту церковь бы хотели эти люди. Они бы тянулись оттуда. Слышал один пример Как один пастор Вот один пастор говорит Знаете, какая у меня Любимая книга? Ну, кто что думает? Пастор говорит Наверное, какие-то там Богословские труды Ну, кроме Библии, конечно Или еще что-то там Толкование послания римлянам Он говорит Моя любимая книга Это список членов нашей церкви Я, говорит, их открываю Листаю И по списку молюсь за них Дай Бог, чтобы У меня дома альбом есть В нашей церкви Я думаю, у многих есть С фотографиями Это хорошая практика И, думаю, стоит и нам И мне начать так Открывать этот альбом Конечно, он уже старенький Пора бы нам и новенький сделать Уже, чтобы наша церковь увеличилась Многих уже нету И многие есть новые Ну, все равно Даже старые приятные открытия Посмотреть О, это семья, это семья Ну, не просто смотреть Но, благодарить за них И молиться о их нуждах Или, если мы не знаем Какие нужды у них И нету возможности спросить То, просить о их духовном Благополучии О их духовном росте И Бог благословит Один молодой человек Пришел в одну церковь Это западная церковь Где пасторское служение Его назначили там пастором Ну, сказал он проповедь После этого Подходит к нему Один из старых членов церкви Вы знаете Может быть, не знаете Но, как проповедник Вы никакой Ну, говорит И если вы в таком же духе Продержите Продолжите То не думаю, что вы долго Задержитесь в нашей церкви Но, говорит Здесь у нас Группа образовалась небольшая Которая согласилась О вас молиться Ну, и в общем-то Группа продолжала Это молиться За этого молодого пастора Никчемного Такого неодаренного Проповедника Прошло время Эта группа увеличивалась И в какой-то момент Она достигла Тысячи человек Но на тот момент Этот пастор Уже написал 20 книг Богословских Верующих Которые очень были Читаемы Имя его Чахмен И он говорил С такой молитвенной поддержкой Невозможно Служить плохо Поэтому, если Нам сегодня Может быть Не нравится какой-то проповедник Или еще кто-то Или еще что-то Мы видим, что там у кого-то Не хватает духовного дара Или там Нету Невидимой какой-то Перспективы развития В нашей церкви И так далее На сколько раз Мы за это помолились Сколько раз Мы за это Попостились В нашей жизни Прилагаем ли мы В этом старания Если нет И мы осуждаем Или критикуем Обвиняем То в первую очередь Мы должны Осудить самого себя Почему? Потому что апостол Павел Прежде чем поехать В какую-то церковь Прежде чем Преподать им учения Прежде чем Решить какие-то проблемы Он Подготавливает Почву Молитвой Он молится Он молится За эту церковь За этих членов Я уже не знаю По списку или нет Допустим За Рим Не думаю что по списку В общем Бог через его молитвы Действует Приезжает туда апостол Павел И все меняется Почему? Потому что Прежде чем Приехал туда Апостол Павел Была как бы Такая Молитвенная артиллерия Можно сказать Артподготовка Образно Фигурально выражаясь И Бог Приготовил почву Этой церкви И все Изменилось Дорогие друзья Дорогие братья и сестры Молимся ли мы Друг за друга Давайте начнем Сегодня Молиться друг за друга Наш разбор подходит К концу Еще бы Один принцип Хотелось бы Затронуть И на этом мы Остановимся Апостол Павел Пишет так Дальше Ибо я весьма Желаю увидеть вас Чтобы Преподать вам Некое дарование Духовное К утверждению Вашему Следующий принцип Он желает Видеть их Кратенько уже Он желает Видеть их Желаем ли мы Видеть друг друга Такой вопрос У апостола Павла Было жгучее Желание увидеть Их Когда мы идем В церковь Что нас туда влечет Есть ли у нас Желание Видеть друг друга Или мы хотим Увидеть только наших Родственников Особых людей И все Остальные Как-то Желаем ли мы Видеть друг друга Может быть В церкви все Отлажено Может в церкви Петь очень красиво Хор На высшем уровне Профессиональные Певцы Солисты Профессиональный Регент Обученные Проповедники С дипломами Богословскими Но если в этой церкви Нету Личных взаимоотношений Личного Притяжения Между членами церкви Ну это просто клуб Можно сказать Или корпорация Которая хорошо Исполняет Свои Религиозные Обязанности Такая Религиозная корпорация Религиозная Организация Какая-то Желаем ли мы Видеть друг друга Это говорит О том Насколько мы Церковь Божия Церковь Божия Апостол Павел пишет Что церковь Это не Организация Это Организм Это тело Иисуса Христа Где больно Одному члену Больно Всему телу Где страдает Один член Страдают Все от этого Где Радуется Один Радуются Все Где Какое-то счастье Одного Счастье У всех Какое-то горе У кого-то Горе для всех Если У наших близких друзей Или у родственников наших Кто-то умер И они Плачут Они Переживают Им больно То нам тоже больно Правда? Почему? Потому что у нас с ними Связь Определенная Духовная Душевная связь Эмоциональная И Если они Радуются Если мы в должном состоянии То и мы тоже радуемся Как в нашей жизни сегодня Павел желает Видеть Верующих в Риме Желаем ли мы Видеть друг друга? Или мы просто Приходим Чтобы попитаться Погреться Получить определенную Духовную пищу Мне бы хотелось Чтобы мы Как церковь сегодня Пересмотрели наши отношения Друг к другу Чтобы та любовь То желание Которое было у апостола Павла К каждому члену церкви Надо сказать Что он пишет об этом Не только в Рим Он пишет всем Он всегда радовался Видеть верующих людей И оно так и было Я помню когда Когда-то Когда Куда бы мы ни ехали Мой папа Ну его уже нету Давно в живых У него был такой принцип Как только он Приезжал в любой город По любой причине И это Выпадало на Какие-то Выходные дни Он обязательно Искал верующих Это для него Был Даже если мы говорили Папа ну мы же отдохнуть Приехали Нет Почему У верующего Истинно Истинно Этого нету Четыре Четыре принципа Распространяло Стиле поведения Фигурально В таких отношениях У нас